МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С завершения недели мы приветствуем вас этим летом в Новом Утре. Очаровательная Маша Максимлюк. Несравненный Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда, готовы дарить вам хорошее настроение этим утром. Просыпаемся, пробуждаемся, вкусный завтрак, свежесваренный кофе и признание в любви близким людям. Димочка, я тебя люблю. И я тебя люблю. Но можно еще со льдом что-нибудь. Но не переборщить. Признание в любви со льдом. Романтично утром, да. Пятница сегодня непростая. Всемирный день друзей. Представляете, какое значение придается друзьям, если в честь них люди придумали целый праздник? Ну, это правильно. Потому что без друзей меня чуть-чуть, как пел с одной детской песней. А с друзьями много. Кто ваши друзья? Вы задумывались всерьез? Люди, с которыми весело? Или те, кто придет на помощь, когда трудно? Говорят, с возрастом круг знакомых. Все больше, а друзей становится все меньше. Мы вот с радостью рассказываем вам о наших партнерах. Потому что они наши друзья. Мы друг друга понимаем и всегда поддерживаем. Компания K7 Group – наш генеральный партнер. Сложнейшее дело – строительство жилья. Холдинг ведет уверенно, несмотря на все возникающие трудности. А как без них? Главное – уметь найти выход. И относиться к клиентам, как к своим лучшим друзьям. K7 Group идет навстречу желаниям актюбинцев и возвращает большие скидки на квартиры. В жилом комплексе «Алья» можно выбрать квартиру с ценой от 200 тысяч тенге за квадратный метр. Предложение ограничено. Лучше забронировать квартиру прямо сейчас. Как это сделать, подскажут в отделе продаж по адресу улицы Газизы Жибановой, 13, или на первом этаже Народной канцелярии по ссылке Байбатыра. Звоните 8-747-207-0404. K7 Group – мы строим будущее! КОНЕЦ Сегодня Всемирный день друзей. Вот кто для тебя настоящий друг? Я считаю, что друзей много не бывает. Вот мы об этом и говорили. Я с тобой полностью солидарен в этом. Но все-таки, что ты ценишь больше в своих друзьях? Наверное, преданность. Время. Друзья, да, самые безотсказные, всегда придут на помощь и в трудную, счастливую минуту. Знаешь, что самое важное? Когда близкий человек, не только тогда, когда тебе плохо, а когда и очень хорошо, когда ты добиваешься успеха, и он тебя во всем поддерживает. Сто процентное попадание. Друзья, мы продолжаем новое утро. Чем заняться выходные? Решаем заранее. Поехать на речку, опять же, с друзьями – отличная идея. Только обязательно удостоверьтесь, что там дежурят спасатели. Слишком быстро пополняется список пострадавших на воде. Наши реки на вид безобидные, но на самом деле довольно коварные. Самое лучшее – отдых на даче. Мангал, запеченные овощи или шашлык. Хорошая компания, вечер на природе, отличный план. Купить все необходимое, вплоть до угля и посуды, можно в гипермаркете «Анвар». Лучшие цены на сезонные продукты. Скидки «Анвар» делает ежедневно и также готовит программу выгодных условий для своих покупателей. Каждые две недели в «Анваре» новые скидки. Мясные, молочные изделия, бакалея, фрукты, овощи, а также товары для дома. И не только. Все это вы найдете в «Анваре», дорогие друзья. 30 лет вместе с вами. Торговая сеть «Анвар». С друзьями мы все вместе идем в «Анвар». Торговая сеть «Анвар» 30 лет. Это лето мы встречаем вместе с любимым «Якобс». На этой неделе скидка 30%. На кофе «Якобс Монарха» растворимый 150 грамм. Всего за 2122 тенге. И кофе «Якобс Монарх» 95 грамм. Всего за 1435 тенге. День рождения наш, а горячие скидки для вас. Вы смотрите «Новое утро». Сегодня пятница в «Анваре». Скидки на кофе «Якобс». Поторопитесь, друзья. Кто-то любит дикие пляжи и отдых на природе, а кому-то удобнее в красивом интерьере с изысканным меню. Тогда вам обязательно надо познакомиться с рестораном «Феромон». Это новая точка притяжения. За таков хорошая кухня и эстетики. Машуля, приглашаю тебя как друга провести там вечер. С удовольствием пойду, потому что «Феромон» – это 2 вип-кабины и 3 удобных банкетных зала. Прийти парой или большой компанией. Ваш выбор – адрес ресторана «Феромон». Сынки Байбатыра, 40 В. Бронь столов по телефону. Плюс 7, 776-062-1010. Вы задумывались о планах, а мы заглянули в астрологический календарь, чтобы найти для вас предсказания на ближайшие выходные июня. Так что внимательно слушайте, что же пророчат звезды. Овен. На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует вам во многих делах. Но не расслабляйтесь. Хорошо бы следить за своей речью. Ваши слова могут быть использованы против вас в ближайшем будущем. Не скрывайте своей радости или огорчения от близких. Их поддержка ободрит вас и придаст вам силы. Телец. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. Подкрепляйте слова делами. Иначе рискуете подорвать свой авторитет. В конце недели будут удачными поездки и командировки. В выходные для вас будут очень важные встречи с друзьями и активный отдых. Близнецы. Наступает время отдыха и расслабления. Вас ждут новые впечатления и позитивные эмоции. А вот в личной жизни будет необходимо мобилизовать все свои силы и возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи и трудности. Они не смогут повлиять на ваш успех. Рак. Дальние поездки астрологи советуют планировать на пятницу. В воскресенье, вероятно, неформальная встреча, от которой будут зависеть многие ближайшие события в деловой сфере. Впрочем, ситуация в этот день благоприятна, и успех вам практически гарантирован. Лев. Не следует гнаться за чем-то большим, иначе вы рискуете потерять то, что уже имеете. Нужно максимально сосредоточиться на том, чем занимаетесь в данный момент. Лучше делать одно дело, но хорошо. В воскресенье постарайтесь соотнести свои желания с интересами близких людей и выбрать путь по золотой середине. Дева. Появится возможность снизить темп работы, хотя это вряд ли повлияет на ваши планы. Желание вкалывать от этого почему-то не пропадает. Успешно разобравшись с самыми важными из дел, запланированных на эту неделю, вы почувствуете удивительную легкость. Весы. Порядок в голове и на рабочем месте поможет сделать вашу работу эффективнее, а оплату труда значительно выше. Партнеры помогут решить проблемы, перед которыми вы оказались. Не стоит пренебрегать их помощью. Возможно, новое знакомство расширит ваши горизонты. Скорпион. Дела внезапно пойдут на лад, причем сразу во всех сферах. Вам необходима сконцентрированность и целеустремленность. Нужно привести душевный хаос в порядок. Разберитесь в себе, тогда он превратится в стройную и гармоничную систему. Стрелец. Будьте вежливы, дипломатичны и интеллигентны. Для достижения желаемого результата необходимо учитывать интересы партнеров. Конец недели – благоприятное время для заключения сделок и подписания документов. Но не позволяйте перегружать себя работой. Уделите больше внимания и времени семье. Козирог. Неделя пройдет вполне благополучно, если вы не будете обращать внимание на некоторые раздражающие мелочи в поведении окружающих. Не спешите с выводами. В субботу лучше уехать за город. Водолей. На этой неделе хорошо бы отказаться от острых ощущений. Ведь тяга к риску пройдет, а последствия могут испортить жизнь надолго. Звезды рекомендуют руководствоваться здравым смыслом. В субботу не стоит бурно реагировать на критику со стороны второй половинки. Рыбы. Вам необходимо внимательно следить за своей речью и поведением. Пренебрежение этим советом будет способствовать ссорам и конфликтам. В выходные стоит умерить пыл. Не штурмуйте несколько вершин одновременно. Сглаживайте острые углы в семейной жизни. Доброго утра. Мы желаем вам, дорогие друзья, и хорошего настроения. Красота – это здоровье. А быть здоровым – значит уже быть красивым и уверенным в себе. В компании Медпромснап есть масса полезного и для дома, и для бизнеса. Если вы связаны с медициной, косметологией, здоровым образом жизни, значит найдете в Медпромснап то, что вам необходимо для работы. Кварцевые лампы и облучатели, повязки для раны, зонды для кормления, расходники для салонов красоты, одноразовые простыни, шапочки, салфетки, шкафы для стерилизации инструментов – всего не перечислить. Познакомьтесь с предложениями на странице МПС, нижнее подчеркивание КИЗ. Позвоните по телефону плюс семь семьсот семьдесят пять двести пятьдесят четыре пятьдесят два сорок три и вам дадут профессиональную консультацию. Товары можно приобрести в кредит и в рассрочку на Каспий КИЗ. А я в выходные, Машулька, пожалуй, займусь здоровьем своего главного помощника – автомобиля. В жару ему тоже нелегко, и пусть с профилактикой займутся мастера Нордглаз Ак-Тюбе. Кстати, я там бывал, и честно вам скажу, действительно люди – профессионалы. Они и закажут детали, которые требуется заменить, и подскажут, что делать дальше. И много денег не возьмут. Что тоже очень важно. Если надо заменить стекло, лобовое или боковое, то напомним, Нордглаз Ак-Тюбе – это самый крупный склад автостекла, где можно не только подобрать и купить стекло, но и установить его. Прием машин с понедельника по пятницу с 8.30 утра до 17.00. А в субботу с 8.30 утра до 15.00. Адрес проспект 312-й стрелковой дивизии 24А. Позвонить можете и поинтересоваться по номерам телефона. 8.701-724-0026 до 21.00. Система оплаты возможна любая, в том числе Каспире. О планах можно говорить бесконечно. Но что касается детей, строить планы бесполезно. Только задумаешь одно, приходится делать другое. Вчера они хотели мороженое, карусели, а сегодня новые компьютеры, очки виртуальной реальности. Это действительно так. Да, отправляйтесь с детьми в киберэкшн. Там такая виртуальная реальность. Не расслабишься. Дети после очень активного отдыха наверняка спать будут крепко. И набегаются, и наиграются. Киберэкшн на Тургенево 89. Этот адрес мы уже знаем. Можно прийти с всей командой, можно найти новых друзей и вместе стать настоящими геймерами. Так что не теряйте время. Теперь вы знаете, как своего ребенка завлечь в настоящую игру. Ты, я видел, как твоя ручка заряжена, не стреляет. Представляет, но не стреляет. Площевый ганик вокруг летает. Считаешь, бабки, я не считаю. Доброе утро, наш зритель. Сегодня пятница. Завершаем неделю весело. И, конечно, в хорошем, прекрасном расположении духа. А вот и мы вновь вернулись к теме друзей. Давайте сегодня поздравим их с праздником. Настоящих наших друзей, которых знаем много лет и уже почти родных. Об этом и о других праздниках расскажет наш календарь. Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Неудивительно, что в разных странах есть и праздники, посвященные друзьям. Один из них, Международный день друзей, отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Как заметил когда-то Артур Шопенгауэр, истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют. Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года. Международный совет архивов – это профессиональная организация мирового архивного сообщества, которая способствует сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является неправительственной организацией. На сегодняшний день в ней числятся полторы тысячи членов из более чем 190 стран. Для жизни общества роль архивов трудно переоценить. Будучи своего рода информационными центрами, они содействуют в решении задач социально-экономического развития страны, эффективного государственного управления, а также обеспечивают научное познание прошлого. Но архивы – это не только серьезный информационный ресурс культурного и исторического наследия. В жизни каждого отдельного человека архивы порой играют не меньшую роль. Ведь там хранятся индивидуальные сведения о каждом из нас, о каких-либо юридических сделках, финансовых операциях и прочем. Поэтому архивные данные являются ценным свидетельством экономического, политического и социального развития человечества. 30 лет назад в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Фильм был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году, а Крайтон был нанят для адаптации своего произведения. Окончательный вариант сценария написал Дэвид Коспи. В нем отсутствовала большая часть сцен насилия из романа, а также были сделаны многочисленные изменения в характерах героев. В центре сюжета фильма – история вымышленного туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры врываются на волю. Технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для создания аниматронных моделей динозавров Спилберг пригласил Стэнли Уинстона, создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие» и прочих. «Парк юрского периода» получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2. Затерянный мир», а в 2001 – «Парк юрского периода 3». 9 июня отмечают день рождения любимого многими детьми персонажа. В Америке празднуют национальный день Дональда Дака. Впервые он появился на экране 9 июня 1934 года в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». Известно, что Уолт Дисней создал Дональда Дака после прослушивания Кларенса Нэша, который декламировал своим утиным голосом. Диснею нужен был негативный персонаж, не такой, как Микки Маус. И Дональд со своим скверным характером подошел идеально. Нэш озвучивал Дональда с 1934 года по 1985. Американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп празднует сегодня 60-летний юбилей. Он родился в городе Оунсборо, штат Кентукки, в семье инженера и официантки. В возрасте 15 лет Джонни очень сильно был увлечен музыкой и с группой «Детки» выступал в ночных клубах Флориды. Его дебютом в кино стал фильм «Кошмар на улице Вязов», снятый в 1984 году. С 1987 по 1991 год актер снимался в сериале «Джамп Стрит-21», который сделал его кумиром миллионов девочек подросткового возраста. В 2004 году за роль капитана Джека Воробья в блокбастере «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» Джонни был номинирован на Оскар. Вторую номинацию он получил в 2005 за главную роль в фильме «Волшебная страна». Третью за фильм с Уинни Тодд «Демон парикмахер с Флит-стрит» в 2008. В 2010 году Деппо вместе с Анджелиной Джоли снялся в фильме «Турист», а в 2011 вышла четвертая часть пиратской саги «Пираты Карибского моря на странных берегах» и «Ромовый дневник» с участием Деппо. В 2015 году вышла криминальная драма «Черная месса», которая снискала положительные оценки, а роль Деппо была отмечена номинацией на премию гильдии киноактеров США. Помимо кино, актер известен как музыкант. У Джонни Деппо есть именная звезда на «Аллее славы» в Голливуде. Он был трижды номинирован на «Оскар» и девять раз на «Золотой глобус». День рождения сегодня у Наталии Портман. Актрисе театра и кино, кинорежиссеру, продюсеру и сценаристу исполнилось 42 года. Наталии Портман родилась в Иерусалиме в еврейской семье и при рождении носила фамилию Хершлаг. Вскоре семья переехала в США. Наталии проходила обучение в еврейской начальной школе, изучала иврит. После окончания школы в 2003 году она закончила Гарвард по специальности психология и затем продолжила обучение в еврейском университете в Иерусалиме. Известность пришла к Наталии внезапно и сразу после первой ее роли. На тот момент, когда она была выбрана режиссером Люком Бессоном на роль Матильды в фильме «Леон», Наталии исполнилось 13 лет. Вместе с ней в фильме снимались известные актеры Жан Рено и Гарри Олдман. Картина стала для актеров и режиссера огромным успехом, а Наталии Портман – пропуском в мир кино. Люк Бессон безошибочно увидел в 13-летней девочке огромный потенциал. Именно во время съемок фильма «Леон» Наталии сменила фамилию, взяв псевдоним «Портман». В 1995 году она сыграла роль второго плана в боевике «Схватка», где главной роли играли выдающиеся актеры Голливуда Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Постепенно количество ролей в кино у юной актрисы росло. Новый виток известности принесла и роль королевы Падме, а медалы – в трех частях приквелах «Звездные войны». В общей сложности актриса сыграла более чем в 40 фильмах. Наталия убеждена вегетарианка с 8 лет. Она является защитником прав животных и окружающей среды. Сознательно отказавшись от ношения одежды из кожи и меха, а также украшений из перьев, «Портман» запустила собственную линию обуви из искусственной кожи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Всем хорошей пятницы, наши дорогие зрители! Для многих любителей музыки лето уже связано с таким событием, как фестиваль «Оупен Эйр», который организует активно скобостная филармония имени Безидзе Жубановой. Прямо на высоком крыльце нашей филармонии выступают лучшие коллективы и солисты, а публика заполняет площадь и наслаждается классикой и произведениями современных композиторов. Сегодня открывается очередной фестиваль. Вечером ждем выступления казахского оркестра. О фестивале и об итогах сезона поговорим с художественным руководителем хора Мирболом Куспановым. Доброе утро, Мирбол! Доброе утро! Начинаем с музыки, с хорошего настроения и драйва, да? Как лето проводите? Хорошо? В работе? Мы еще на работе, мы еще не вышли в отпуск. Как закончится наш Open Air Music Fest, когда мы все творческие коллективы будем выступать под открытым небом? Это вечером, сейчас очень жарко на улице, да? А у нас все фестивали, Open Air именно начинается в 21.00, и длятся они ровно два часа, закончатся в 11.00. Это будет очень красиво, красочно, потому что даже по республике все завидуют и все ждут. Некоторые даже наши гости приезжают специально в этот период, чтобы послушать, например, хоровую музыку, послушать наш оркестр или наши ансамбли. Ну, то есть вы считаете, что он стал успешным проектом? Да, успешным проектом. Сама была как-то, нет? Нет, не была, но в этом году обязательно стану свидетелем этого творческого действия. А скажите, пожалуйста, как вы выбираете программу? Вот как ты думаешь, как это делается, да? По душе? Профессионал. Ну вот, может быть, из популярного, из лучшего, может быть, с учетом того, что, не знаю, выступаете на улице. Вы знаете, программа подбирается, конечно, каждым художественным руководителем, лично сами подбирают программу. Некоторые берут лучшую, некоторые берут самую популярную, некоторые берут все то, что спрятано где-то там далеко, да? И за период, за один год сезона работы берутся, например, скажем, 20 произведений новых, которые целый год катаем на концертах, на выступлениях. Где-то получается удачно, где-то получается неудачно. Но вообще в целом выступать под открытым небом очень тяжело. Тяжело. Почему? Потому что, во-первых, акустика. Вы сами знаете, весь звук будет лететь на всю площадь, да? И чуть-чуть сложности именно технически есть. Но Кудай Рашикар, третий год в этом году у нас. И за два года мы успешны. Первый концерт это было вообще, нам было страшно. Мы не знали, вообще нас слышно, нас не слышно. Народ есть, народ нет. Как это будет? Но вот в этом году уже, скажем, маленький такой юбилейчик, третий год будет. И Кудай Рашикар, все хорошо. Надо купить Энейры. Тогда все друг друга будут слышать. Вот честно. Ну, это конечно. Из опыта работы на стадионе знаю. Как это все тяжело происходит. Кто будет выступать в небом этом году? Какие коллективы? Сегодня, 9 число, у нас открывает ежегодно первое выступление. Это Казахский народный оркестр имени Ахмеда Куановича Жубанова. Он будет открывать. Конечно, весь, вот кто придет сегодня вечером на концерт, они послушают казахскую музыку. И не только казахскую. Там вот и современные, и все. Прямо будут выступать наши вокалисты, солисты. А через неделю будет выступать камерный оркестр. Наш камерный оркестр под управлением нашего маэстро Алия Альбергеновича. А я здесь буду выступать 24-го в субботу, ночь хоровой музыки. Вот, используя эфир, хочу прям пригласить. Весь Ахтюбе, приходите на хоровую музыку. Вот, кстати, во время ваших выступлений бывают и сюрпризы. Как, например, нескучный хор. Или хором джаз в прошлом году. Не боитесь рисковать? Вы знаете, я чуть-чуть люблю риски. Я люблю вообще что-то с чем-то смешивать. Я люблю, когда на концерте происходят такие вот прям яркие моменты, которые запоминает зритель. Это я могу в произведении найти самые лучшие вот произведения, которые исполнятся по всему миру, взять его и как бы с нашим хором исполнить, и при этом взрывать публику. Потому что вот на концерте «Нескучный хор», который мы, кстати, повторим 22-го числа июня в 19.00, по многочисленным просьбам. Вот я развернулся к залу. Все видят дирижера со спины. А я попросил хор, чтобы они стали среди зрителей. Вот прям встали. Они по залу у меня встали. Я развернулся к зрителю и начал дирижировать своим хором. И вот на концерте сидело, наверное, 700 человек. Это 1400 глаз, да, которые просто не отводили от меня глаз. Я местами даже боялся этих взглядов, знаете. Мне было чуть-чуть страшно даже, когда дирижировал. Я старался вообще закрыть глаза и дирижировать. Потому что я настолько... Я сам был удивлен, потому что все просто-напросто открыли рты и смотрят на меня. Потому что они все время видят работу дирижера, и они думают, что он просто так стоит и машет рукой. Нет, а это же посыл, это твоя энергия. Это вот как ты чувствуешь музыку, да. Вот ты посмотрел на своих сопраношек, да. Ты попросил их попить чуть-чуть выше, да. Или альто в своем бархатном голосе. Как он это красиво делает, ты же смотрел. Я просто знаю сейчас. Это волшебство, которое происходит именно на хором. А реакция зрителя? Помимо того, что внимательно смотрят. Ну понятно, что это бесплатный концерт. После того, как мы последний аккорд сделали, просто некоторые зрители вскочили с места и начали аплодировать. Потому что мне пришел отзыв такой, сказали, Мирбо просто убил всех. Но понятно, что вы засветились в аэропорту города Алматы. Да. И еще не первый раз, кстати. Миллион с чем-то, даже если не ошибусь, несколько миллионов просмотров. Это ваше решение просто было? На паспортном контроле или... Да, на паспортном контроле. Да, мы... Расскажите, пожалуйста. Этот сезон, этот сезон для камерного хора, наверное, в истории камерного хора, останется золотыми, там, будет писаться золотыми буквами. Потому что в этом сезоне мы 32-й сезон концертный. Побывали и в Турции, побывали и в Корее. Вот когда мы в Корею ездили, вот, только вот собираемся лететь, иди на магазины с нами. Иди на магазины, говорю, почему так тихо? Давайте пошумим. В аэропорту? Да. Давайте споем. Они устроили суету. Сидите просто так, давайте. Какой аэропорт? В Алмате. Так. И мы... И я говорю, ну, без проблем. По шуме. Камертон, сразу настраиваю хор, все сидят. Я говорю, давайте, давайте споем это. И мы начали петь Молдабай. И тут люди ходят. Весь дьюти-фри вышел. Все вышли. И я просто смотрю, их так много. Камер много. И спели Молдабай, и спели потом Алма-Тутуна. Ну, ничего, мы через 20 минут улетели. Сеть нет. Сеть мы выложили, сами улетели. Прилетели через 6 часов в аэропорт. И ничего, паспортный контроль. Все, пока вай-фай нашли, мы смотрим. Просто смотрим, он тик-ток взорвался. У Дина-магазина тик-ток 300 тысяч просмотров. Там сотни комментариев. Дина-магазин говорит, а что, говорит, случилось с тик-током? Что, говорит, взбесился? Мы такие смотрим. Мы просто офигели. А реакция людей, подписчиков, какая была? Вот в Алма-Те, когда мы давали концерт по приезду 27 февраля, люди с тик-тока увидели нашу афишу и пришли на концерт. Вот это да. Великая сила социальных сетей. Вот это великая сила вашего творчества. Это просто что-то невероятное. Это первое, а я говорю про второе. Да, все, договорились. Ну, смотрите, действительно у вас был такой нескучный сезон. Но что-то особенное запомнилось? Особенное, конечно, это то, что мы одна семья, одна большая семья. Мы очень дружная семья. Вот чем может запомниться для творческого человека сезон? Это вот с шикарными концертами, которые дает филармония. Это вот, если скажем, топ-10 концертов, которые были в филармонии, это «Дина и друзья», это концерт серии «Казакариор», да. Это наши фестивали, это наши конкурсы, как у Марата Ужабайовича, маэстро, да. Или «Акку» республиканский в этом году, который впервые был. Это хоровой чемпионат, это мелодия экрана, я о своем хоре. Наш фестиваль «Бар-байлом до старом», да. И самое главное, что нас поддерживают, нас слышат. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы еще больше поддерживали. Но это огромный труд. Никогда не жалели вообще денег на культуру, потому что это убыточное дело. Это вот убыточная сфера. Но при этом надо поддерживать культуру, потому что мы несем культуру в массу. Потому что то, что, да, приезжает звезда какая-то, да, выступает на открытой площади, собирается молодежь, там покричали, порали, это хорошо. Но то, что мы вот всегда находятся вот хейтеры, да, скажем, которые всегда вот все, что ты не делаешь, они все время могут что-то написать. Они говорят, дорогие билеты, мы не можем попасть. Извините, тысячу тенге, это дорого. Это одно кофе. Сейчас кола стоит 600 тенге в магазине. Сейчас все так дорожает, что наши билеты по-божески держатся. И наша цель не заработать на наших концертах. Наша цель людям, тысячу тенге, приходите к нам на концерт. А не можете, вот, пожалуйста, целый месяц мы для вас будем выступать бесплатно с 9 июня по 7 июля. Пожалуйста, вы увидите все наши коллективы. То есть это огромный труд. Вот, Мирбол, прозвучала от вас фраза «Мы большая семья». Но бывают моменты, когда есть взаимодопонимание? Бывает. Бывает? Как вы разрешаете спор? Вы знаете, когда я был еще, скажем, как неопытным руководителем в 2015 году, я стоил руководителем. Хорошо, когда человек ценит, да? Да? Не знаю. И я тогда, когда такие конфликты бывают, я доводил этот конфликт до пика. Я прям, знаете, а сейчас, если какой-то конфликт возникает, я просто закрываю и сижу. Я просто отпускаю ситуацию. Уже все понимают, да, что Мирбола трогать не надо. 10 минут, 15 минут даю паузу, и он отошел, и я отошел. Или они все отошли, и я отошел. И все, мы вообще, я очень дружный, я вообще очень мирный. Где-то происходит конфликт, я стараюсь его решить. У кого-то проблемы, я стараюсь помочь. А вообще, в целом, наш хоровой коллектив, конечно, это большая семья. Потому что в этом году, 1 июня, мы сделали для своих деток, наших артистов 35. Мы всех детей посчитали 71. Еще плюс 4 у нас внуков есть. 75. А надо же всем подарки дать. Мы потом сказали, давайте выше 14 лет всех уберем. А вот со дня до 14, всем подарки. Мы всех пригласили. Мы на асфальте порисовали. В нашем кабинете молодые артисты переоделись в наших костюмах. И для них программа идет. Они такие счастливые, довольны. Всем подарки. Это традиция уже, понимаете. В прошлом году, в сентябре, мы начали традицию дорогу в школу. Наши же артисты детей, которые пошли в школу, мы всех пригласили, подарили им денежку, подарили им сертификаты. А в этом году у нас заканчивает школу выпускник. Мы его тоже в этом году пригласили. Ему сказали. Вот теперь понятно всем, что все зависит от руководителя. Все верно. Вам наш аплодисмент, вы великолепны. И еще раз давайте напомним о концерте, который вскромный. Сегодня вечером будет концерт Казахских народных инструментов. Начало концерта 21.00. Приходите обязательно. Через неделю, 16 числа, будет концерт Камерного оркестра. 24 числа будет концерт Казахского камерного хора. 2-го июля будет, а, 30-го, нет, я ошибаюсь, наверное, будет концерт Ансамблей. Фолк-мюзик-найт, да. Ансамбль, это Дос-Саза и Арай-Лах-Тюбе. Будет Дом-Бра-Пати 2-го числа. 5-го числа будет Астана-Кно. И 7-го числа мы уже закрываем фестиваль. И будете заслуженно отдыхать. Да, 10-го числа выходит. Всему хору привет и оркестру, всем, кто трудится в нашей филармонии. Огромное спасибо, огромное от вас, от нас, от всей редакции «Нового утра», телеканала «Рико-ТВ», ну и от нас с Машей тоже. Да, мы обязательно будем присутствовать на ваших концертах. Желаем удачи. Пусть это будет вот прямо из категории «Вау». Пусть весь город говорит о вас. А мы продолжаем наш эфир. В Ак-Тюбе нередко приезжают интересные гости, которые заходят и в студию «Рика-ТВ». В начале недели наша коллега Аселя Растенгалиева встретилась с организаторами курса «Английский для журналистов». Этот проект идет уже три года, и многие наши коллеги воспользовались возможностью улучшить свой английский. Об этом далее в нашем эфире. Мы передаем слово коллеге Аселя Растенгалиевой. Аселя Растенгалиев. 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 Продолжаем эфир Первого городского телеканала. В эфире программа «Новое утро» в студии Асель Арастангалиева. Представляю вам наших сегодняшних гостей с особым удовольствием и с особым трепетом, поскольку тоже являюсь слушателем их проекта. Итак, у нас сегодня в студии Николас Дропо, директор школы Next Level English, проект английский для журналистов, и Дэниел Беседин, координатор этого проекта. Здравствуйте! 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 С особым удовольствием вас приветствую этим утром, потому что вы в нашем городе являетесь гостями и, наверное, долгожданными. С моей стороны, поскольку я являюсь слушателем вашего проекта. И, конечно же, очень хочу рассказать нашим телезрителям, в чем же главная суть этого проекта, цели и задачи. Да. Спасибо всем, чтобы вы нам пригласили сюда. Это большое честь. Спасибо большое. И да, вот этот проект, на самом деле, English for Journalists, очень уникальный проект. Это особенно для профессиональных журналистов, чтобы они учили английский, не только грамматика или словарный запас, но чтобы они учили практические вещи, как сделать свои работы журналисты на английском языке. Английский – это как инструмент для профессиональных журналистов делать свою работу. Ну, надо четко понимать и надо нашим телезрителям четко объяснить. Вот сейчас очень модно и нужным стало изучение английского языка. И мы уже со школьной скамьи детей стараемся обучить английскому языку не только в рамках школьной программы, но мы стараемся их вводить и к репетиторам для того, чтобы они свободнее говорили на иностранном языке. Вот в данном случае у них методика преподавания иная. Для нас, для журналистов, разработана целая программа, целый комплекс программ, даже методические пособия. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, как директор проекта я тоже знаю, что мой background – я педагог по образованию. И я закончил педагогический факультет в Америке. И я как преподаватель понимаю, что студентам нужна практика. Это всегда ударение на практику, фокус на практику. И вот для журналистов мы готовили специальную программу, где они будут писать статьи, где они будут снимать на Инстаграм разные ролики, где они будут немножко рассказать про это, как практические вещи, элементы. Да, у нас теория, конечно, и практика, чтобы они вместе были. И я думаю, что это самая эффективная методология. Не только как общий английский, а английский специально созданный для журналистов, чтобы им было актуально. Я даже больше скажу, слушатели вашего курса, мои коллеги, журналисты из печатного издания даже поступили в иностранные вузы и продолжают обучаться. Вау, это классно. У нас, на самом деле, очень много историй успехов наших студентов. Может, Денис расскажет немножко про… У нас после вчера был очень интересный случай вот с нашими студентами в городе Караганда. Да, я хотел бы сказать, что в нашем проекте получается каждый город, у нас 9 городов сейчас в проекте, запустил в этом году свою Инстаграм-страницу, где они освещают культурную жизнь города, показывают исторические какие-то моменты. И вот у нас, допустим, два дня назад был визит в Караганду, где мы поделились на две команды, и одна из команд, они решили, они выбрали свой сюжет, и там была женщина-журналист задействована, у которой была прямо вот проблема сказать что-то на английском языке. То есть она до этого просто боялась говорить. Она журналист печатного издания? Печатного издания. Она журналист печатного издания. И вот в нашей команде, когда мы уже отработали текст, и получается все, мы снимаем, да, то есть у нас первые три дубля не получились. То есть она запарывала текст. Но, вы знаете, это вот такой момент, когда, я не знаю, ты лезешь в гору, ты понимаешь, что трудно, но ты лезешь, да? То есть вот здесь для нее это был такой момент истины. Когда она журналист, она профессионал, да, это для нее новый, виток, но она смогла себя взять в руки, и мы четвертым дублем засняли все полностью сразу. То есть это были 40 секунд непрерывного английского текста на камеру. Это была прогулка, то есть она идет на камеру, мы ее снимаем. И когда мы отсняли, у нее прям вот такое ощущение было, она подбежала и обняла одного из наших преподавателей просто от такого счастья, которое она испытала. Что она смогла. Она смогла. Для нее это был маленький подвиг. И сейчас мы внедряем все больше именно такой формат, когда студенты берут и перебарывают себя. И у нас появляются сюжеты. У нас, допустим, другой пример. Вот в Шимкенте наш молодой журналист, у него, получается, он учится на факультете, последний курс. Он сделал полностью на английском сюжет о бизнес-форуме в Шимкенте, где он брал интервью, потом он делал озвучку, то есть дубляк. Да, переводит он, накладывает опять же этот текст на видео. И все. То есть, получается, выходит уже вот профессиональный получается сюжет, который полностью сделан на английском языке, от него. И мы бы хотели, чтобы вот этого было больше, потому что это позволяет журналистам именно расти. То есть это реальный уже пример роста. Когда человек понимает, да, я могу. Вот. Поэтому, если вы приходите, допустим, к нам на следующий год, у вас будет такая реальная возможность именно поднять ваш английский язык. То есть у вас английский язык может в течение 10 лет быть примерно на одном уровне, да, и вы чувствуете, что что-то, ну, не двигаюсь я. Здесь, просто я знаю по собственному опыту, да, как человек, который освоил английский язык, по сути. Я не могу сказать, что в совершенстве, но достаточно хорошо. Очень важно вот именно начать говорить свободно. Не важно, кто находится в комнате, носитель языка, не носитель языка. Это не важно. Происходит такой тумблер, переход переключается в голове. Все. Ты понимаешь, что это мой язык, мой английский язык, которым я могу оперировать как своим профессиональным инструментом. Вот сейчас вы говорите о том, что каждый человек, он переходит такой барьер, да? То есть обычные люди для чего изучают английский язык? Если они хотят, чтобы их дети поступили в престижный вуз, там все равно будет иностранный язык. Соответственно, если у кого-то работа связана с поездками, для чего нужно это журналиста? Давайте, наверное, вы четко скажете, потому что мы-то свои цели и задачи тоже понимаем. Да. На самом деле, для журналистов английский очень важен для их профессиональной карьеры, потому что сейчас век информации, все информации в интернете, или если вы хотите как исследовать, сделать, или изучать какая-то тема, вам обязательно нужно английский, это как для навыка, для науки, это язык информации. И поэтому сейчас мы учим, чтобы профессиональные журналисты могут изучать разные темы. Это реально, как Дэнил сказал, инструмент для их профессиональной карьеры очень важный, и журналисты, они передают информацию. Мы хотим, чтобы они использовали этот инструмент, примерно для факт-чек, чтобы открывать новые темы, изучать новые темы, тоже, когда они будут писать статьи. Это тоже возможность расширять, примерно, их возможность публиковаться за рубежом, примерно, другие каналы медиа, примерно, в Америке, Европе, в разных странах, и для журналистов это тоже очень отличная, классная возможность. Мы тоже, многие спрашивают, меня тоже, это программа только для журналистов. Для профессиональных журналистов это абсолютно бесплатно. Каждый год мы делаем этот проект. Открытая регистрация будет начинать в этом году, в октябре, для Новый год, продолжение. Но есть люди, которые хотят учить английский, я им говорю, что языковой барьеры на самом деле нет. Это все, как иногда мы сами ограничиваем себя, мы думаем, что я не могу говорить. Если вы будете начинать просто практиковать, начинать просто как, не боится делать ошибки. У меня дочка, 6 лет, и она вот, когда она что-то делает неправильно, она всегда мне говорит, папа, не переживай, вот ошибки, это процесс обучения. Они ей так учили в школе. Но делать ошибки не страшно. Когда мы учим другой язык, когда я начал учить русский язык, я даже как немножко казахский язык учил, делать ошибки – это процесс обучения. Поэтому не бойся делать ошибки, просто начинать практиковать, сделать это. И для их детей это классная возможность, просто начинать учиться. Обычно коучи бизнесменам говорят, что делайте ошибки – это точка роста. Таким образом вы растете. Вот у детей примерно такое же мышление, понимание, сознание. Но я еще хотела бы добавить, для чего нужен нам английский. Мы ограничены в информации. И когда мы передаем свою информацию телезрителям либо читателям, соответственно, первоисточником являются те издания, которые выходят на русском языке либо на госязыке. Но когда мы используем дополнительный источник информации, это всегда хорошо, то, что говорят за рубежом о Казахстане, о ситуации с другими странами в целом, либо по той или иной проблеме. То есть всегда мы на что-то опираемся. Мы не берем с потолка, и у нас всегда есть первоисточник в этом плане. И первоисточники на иностранном языке – это, конечно, дополнительная информация не только для нас, а для наших читателей и телезрителей в том числе. Проект как давно существует? Этот проект уже существует. Да, это проект спонсированный американское посольство. Они начали 6 лет назад. У меня интересная история. Я на самом деле только 3 года управляю этот проект как партнер с американским посольством. Наша компания Next Level English, мы как партнеры, и мы как имплементинг партнер, и мы управляем этот проект последние 3 года. Но до этого была другая компания. И во время COVID-19, пандемии в 2020 году, я помню, я сидел, как все дома, у нас был локдаун, у нас был такой, как я думал, мой бизнес вижет или нет, это мы можем, может быть, мы закрываем бизнес. Что будет? Это была неопределенность. И я просто сидел, и я помню, просто я открыл Facebook, и я видел рекламу для грантовой программы для обучения журналистов. Я начал изучать, подходит, интересно, вот, нужна школа, местная школа, это может быть, языковая школа. Я думал, ну, может, у меня есть шанс. И я просто заполнил вот эту анкету, заполнил эту анкету для грантов, и они нам сказали, что вы прошли, второй этап. Я сказал, второй этап, интересно, что это значит, потому что я никогда не участвовал на такие гранты. И потом, они нам выбрали, и это было вообще во время пандемии, мы сидели, я с женой, с детьми, мы сидели дома, мы думали, бизнес вижит или нет, и сразу они сказали, что мы хотим, чтобы вы расширали 9 городов Казахстан, чтобы у нас было, как, у нас было где-то 4-5 преподавателей на это время, сейчас у нас больше 20 преподавателей, благодаря этому проекту, мы видели тоже, как большой рост на свой бизнес, и я очень люблю этот проект, и люблю работать с журналистами, они очень креативные, творческие люди, и это мне очень нравится, видеть, у них много идей, для истории, у них много, у нас много общества, да, и сообщества, и мне очень нравится этот проект, и я очень люблю Казахстан, и мне нравится. Ник, а вот в наш город вы приезжаете второй раз, получается, в прошлом году мы с вами также были знакомы, вы приехали, но это был просто контроль, да, каким образом, как проходит у нас, сколько слушателей, и знакомство такое, то есть вы каждый год объезжаете все 9 городов Казахстана, для того, чтобы познакомиться со своими слушателями. Да, мы каждый год ездим, у нас, как я сказал, 9 разных городов, и это мой второй раз в октябре, в этом году, первый год у нас была, как пандемия, нельзя было уходить, поэтому только начал в прошлом году, как такое путешествие, и первый раз в октябре, у меня было, на самом деле, мало времени, и только один день, я, к сожалению, не видел город, и только у нас была встреча, у нас был, как дискуссионный клуб с журналистами, и потом я сразу улетел, и в этот раз, я несколько дней присутствую здесь, и мне очень нравится, ваш город, это очень классно, на самом деле, самый большой, я не знал, самый большой город, Западный Казахстан, Ак-Тубе, и город расширается, город, я просто ходил в парк вчера, и с нашими журналистами, просто ходили, разговаривали, и там была, как группа детей, и они бегали к нам, начали на английском разговаривать, мы с ними как немножко шутили, они очень умные дети, я думаю, интересно, потом я спросил, вы здесь как, что делаете, или, и они сказали, что мы на самом деле журналисты, и на английском начали разговаривать, мы журналисты, у нас свои программы на телевидении, я сказал, сколько лет, 9 лет, 10 лет, и вот мне было как, я удивлен, что вот маленькие детей, и молодежь, они такие тоже творческие, и вот имени город Ак-Тубе первый раз я видел, и мне было удивлен, и я думаю, что имени молодежи здесь, такая как, прекрасная возможность расшираться, город. Вчера для вас экскурсию провела наш педагог, который преподает нам английский язык сендуваш, и я показал очень много, я знаю, что вы были и в музее, и в парке, посетили такие значимые места в нашем городе, познакомились поближе, и вот этот проект, который зашел, вот вы 3 года назад зашли, да, и были ли аналогичные проекты, то есть для вас не было ли страха, что это нужно будет развиваться сетью по всему Казахстану? Да, наша школа Next Level English, мы открыли в 2014 году, находимся в Алмате, у нас, ну, мы подготовим студенты за рубежом, IELTS, САД, примерно для академических сел, обычных, тоже у нас было партнерство с Простанским советом, раньше у нас было, мы обучали преподавателей, как трейнер-трейнер, преподавать преподавателей в Мангастовской области, в городе Ахтау, в 2019 году, у нас были разные проекты, мы всегда садимся как качество образования, мы хотим, чтобы преподаватели использовали больше как интерактивные методологии, новый подход, чтобы детей и начали реально практиковать свой язык, время занятий, не только теории, а практика. Ну, вот так масштабно вы зашли именно с этим проектом для журналистов, и сейчас это позволяет вам ездить по разным городам и знакомиться еще и с различными городами и с интересными историческими местами. Да, совершенно верно. Методика преподавания, что касается, потому что у нас методические пособия определенные, это не для всех, это именно, они настроены на то, чтобы мы даже слушали интервью на английском языке, читали и, соответственно, выполняли те или иные задания. И у нас есть даже в онлайн-формате встречи с носителями языка. Это тоже очень интересно. Да, это получается один из насущих, неотъемлемых элементов проекта. Каждую неделю каждый город имеет эту возможность зайти, это проводится в онлайне, и мы, естественно, там именно делаем упражнения, которые нацелены на практику английского языка именно в медийном формате. То есть, допустим, я вам приведу пример, как это выглядит. Мы берем какую-то текущую новость, да, мы выбираем, допустим, какого-то ключевого игрока в этой новости, ну, там, например, министр, президент какой-то страны, вот, и потом устраиваем пресс-конференцию. То есть, ролевая игра, пресс-конференция. Вот, ребят, вы репортеры, перед вами, допустим, там, Эммануэль Макрон, да, тема такая-то, там, допустим, протесты, антипенсионная реформа во Франции сейчас проходит, люди недовольны. Формулируйте ваши вопросы на английском языке. Опять же, один из журналистов у нас выполняет роль самого Макрона. Потом мы меняемся, мы ратируемся, да, то есть, мы смотрим, насколько, во-первых, быстро и грамотно журналисты могут подготовить вопросы, задать их, озвучив, да, и насколько быстро человек, который выполняет роль того, который дает пресс-конференцию, он сможет сориентироваться, опять же, используя английский язык, и как-то внятно ответить. Бывает такое, что, допустим, мы проводим эту игру, и человек прям теряется, ну, то есть, он не знает, что сказать, ну, все, окей, окей, все, меняем, ставим второго человека, да, у которой, находясь в моменте, у него в голове сразу возникает, ага, а я вот здесь знаю, что сказать, я вот знаю, как здесь ответить. То есть, это очень быстрая идет ротация ролей, вот, ну, потому что журналистика, мы же знаем, она требует очень быстрых решений, то есть, мы, какая-то новость произошла, да, мы ее сразу должны выдать в эфир, то есть, цифровая медиа сейчас, там, буквально потом на минуты идет, кто быстрее выдал новость, то есть, вот мы тренируем их именно вот в таком формате, когда есть определенное, наверное, ставление, давление, да, ну, потому что вы сами работаете в журналистике, вы знаете, что давление, дедлайна, его никуда не денешь, оно присутствует всегда, вот, поэтому мы хотим, чтобы и в основании английского языка они тоже чувствовали это, потому что, естественно, для, ну, априори мы хотели бы, чтобы наши жизни развивались, в будущем, допустим, выходили именно публикации, какие-то большие, серьезные работы, коллаборации с англоязычными журналистами, вот, это уже долгосрочная перспектива, сейчас они строят свое портфолио, они оттачивают свои навыки вот в тех инстаграм-страницах, которые каждый город открыл, и там мы уже экспериментируем с жанрами, с форматами. Дэниел, вот вы из Австралии, но вы очень хорошо говорите на русском языке, я вот слушаю вас, у наших телезрителей, соответственно, тоже такое возникает впечатление, расскажите свою историю, но буквально коротенько, если можно. Да, пожалуйста, я уроженец Аматы, и в 90-х годах мои родители переехали в Австралию, я тогда был ребенком, вот, то есть школу, университет я уже заканчивал в Австралии. Естественно, русский язык никуда не делся, потому что, как и в любой другой стране, наверное, есть какие-то русскоязычные сообщества, то есть внутри семи мы говорим на русском, вот, поэтому я свободно владею и русским языком, и английским языком, то есть я как бы живой пример того, как вы можете освоить английский язык, если я смог, то и вы сможете. Вы вернулись в Алматы, и ваше знакомство произошло с ним, как раз поэтому вы в этом проекте. Ник, у вас тоже такая особенная история, очень интересная, оригинальная, расскажите тоже вкратце, пожалуйста, у нас эфирное время завершается, но тем не менее, я не могу не спросить вас об этом. Хорошо, да, я родился в Америке, я американец, и в 2005 году я переехал, я приехал в Казахстан первый раз, и это было два месяца, мы учили, мы обучали, как дискуссионные клубы сделали в Караганде, и потом я закончил университет и вернулся в 2009 году, начал работать в Актаву, потом в Алмате на международной школе и в университете, потом я открыл свой бизнес, я познакомился с своей прекрасной супругой, я живу Мируэрт, и у меня двое прекрасных детей, Ария и Джан, и они, моя дочка 6 лет и сын 2 года, и мы живем в Казахстане, мы любим эту страну, мы планируем здесь долго жить, это прекрасная страна. Спасибо вам огромное. Напомню, сегодня на студии были Николас Дропо, директор школы Next Level English и Дэниэл Бесендин, координатор проекта «Английский для журналистов». Спасибо вам огромное за сегодняшнюю очень интересную беседу, потому что, я думаю, что, не знаю, как вы, но я несколько инсайтов интересных получила, запомню, сделаю галочку. Спасибо огромное. Вам тоже спасибо. Уважаемые телезрители, на этом наша программа не завершается, сейчас очень короткий блок рекламы, после которого встретимся. Дорогие наши зрители, лето продолжается. Пользуйтесь каждым моментом для того, чтобы его провести с друзьями. Мы всех наших друзей, а вы у нас лучшие друзья, наши зрители, поздравляем с праздником и желаем вам мира, добра и благополучия. Также поздравления присоединяются наши партнеры компании «Кейс-эвентгрупп», торговая сеть «Анвар», «Нурглас Актьюбе», «Атлантию» и всех, кто с нами весь сезон. Для вас в этой студии сегодня работали мы Дмитрий Шиш, очаровательная Маша Максимлюк, вся наша дружная творческая команда. Дарили вам позитив и хорошее настроение. Просыпаемся, пробуждаемся и вперед творить дела. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова